ребят мы едем на тихую охоту тепло оделись я надела куртку теплый костюм с ночосиком штаны ботинки взяла свой рюкзачок в общем здесь у меня ножик перчатки и шапочка ребята мы едем по лесу прям одни одни никого больше нет только я и лёша гоним прикольно а и тут лес такой интересный у нас таких лесов нет здесь леса более кудрявые да не он дубовый понимаешь а где здесь дубы то вот это все дубы да ладно ну да у нас ты все ты че не видишь что листья него не дуба алиса так сильно с нами хотела но к сожалению не получилось может быть выходные и возьмем выходные кнопку не а то что господи слышите голоса да там кто-то кричит хватит орать едем дальше едем дальше 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 еще машины стоит вот куда все правильно я приехал я не знаю куда ехать но я приехал все правильно отсвечивать можно уберу у нас на урале когда за грибами едешь без таких дорог нет вообще нет по полю куда-нибудь чешешь а для чего эта дорога интересна какая-то объездная но она все сужается сужа это может быть какая-нибудь трасса для мотокросса и еще очень вот вспомним из тобой помнишь за какая страница смоленская были как она была на камре еще ехали ехали и нас навигатор повел через эту станицу и мы ехали по грунтовой дороге но через горы вот так же ехали помню но вот тоже вот чтобы там за трасса была кто бы знал параллельная дорога какая-то вот такие леса на кубани ребят хвойных вообще деревьев нет вообще осторожно ливневка сделано даже прикиньте вот такие вот решеточки сейчас по ним проезжаем короче здесь прям все капитально да лёш ну мы сейчас с лёшей походим пофотографируемся пособираем грибы но если честно то я грибы есть не буду потому что я боюсь я не знаю что мы их забираем походи хотя бы сначала подыши воздухом походи да мы так живем чуть ли не на природе зарядись вот этой энергией леса юля ты знаешь как полезно получил удовольствие просто от природы пусть она такая какая она есть это природа ну она природа давай где-нибудь парковку уже искать и а лишь это был прав смотрите дубы дубовый лес и клены и везде сделаны вот такие ливневки смотрите канал спасибо пакетик выдали смотрите канал 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 и потом через дорогу вот такая ливневочка вот туда идет дальше вода ну мы реально ребят в горах мы реально в горах посмотрите кругом горы перешагнула нашел какую-то ерунду нашел не знаю что это за грибы это сильно нашел факт в том что значит здесь грибы есть так мне тут рассказывают страшные истории про лешего октября древней руси вот славяне наши славянские отправляли самого сильного мужика из племени из деревни в лес и он лешему относил булку хлеба и горстку соли чтоб тот сильно не буянил 17 октября леший покидает лес а ну все и 17-го ходит ломает деревья может напасть на людей ой серьезно что а ты когда в лес зашел почему не сказал лес лес можно я в тебя зайду потому что это мой родственник это же природа и рода подито дырочка в это камни чуть не упала все пошли вдоль вот тропинка вещь люди ходят так мне кажется что я очень тепло оделась очень тепло сегодня не выспалась какая-то все опухшая но у нас погода еще видите какая два раза сегодня ложилась спать это мой муж что про меня забыл я тут корячусь и ребят а помощи то никакой нету ему не нравится что я на камеру показывает и все вот он какой заботливый еще меня бросил я предлагаю разделиться где горит эти искать потом буду но так не интересно что ходим друг за дружкой телефон же есть так ладно ребят как чем-то иду покажу вам ребят я нашла палку такую большую хожу вот так расчищаю траву смотрю может грибы есть но мне кажется что травы уже очень много очень много прям тяжело искать но я пойду сейчас вот на эту полянку лёша ушел куда-то далеко я тут одна женщина одна без защиты вы смотрите начался ветерок а полетели листья где-то там далеко машина у нас стоит а вон она посмотрите что я нашла я не знаю что это такое похоже на какую-то поганку не буду брать еще один гриб с юбочкой тоже брать не буду по моему поганка какая-то ребят не попадается какая-то ерунда фиолетовый маленький гриб точно ядовитый сто процентов уже полчаса вот хожу ничего найти не могу одни поганки лёш ты где там лёша 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 я тут небольшая перекличка а то потеряемся еще но я-то не потеряюсь я эту машину вижу а вот он где я вообще не знаю уже сто лет я не ходила грибы не собирала последний раз мы собирали лисички когда были по моему на оргазе в челябинской области это было сто лет назад с лёшей с лёшиной мамой здесь сашей также в горах нашли гору лисичек очень много лисичек очень вкусные они были а здесь это вообще ничего не придет смотрите какая красота как будто водоросли морские обалдеть смотрите супер так необычно как кораллы вот этот мох он такой мягкий так прикольно блин я подумала это ящерка сидит руку такая дернула ребят прям мягкий мягкий еще с лёшей здесь по фотосессиям наверное потому что здесь такое место красивое много камней с мхом листья но мы поздно конечно приехали именно для фотосессии потому что вот эта листва она уже такая коричневая уже пахнет неприятно знаете такой затхлый запах вот но все равно здесь можно по фотосессии то камень и как нора как нора маленькая норка и прям дырка такая да что может туда чем-нибудь засунуть нет не буду вдруг он тут оживет что я буду пакостить ничего ты там насобирал у меня вообще ни одного нет можно было пакетик у тебя и не брать да ладно откуда здесь грузди то на юге какой камень лёша смотри он как улыбочка а чё не понравились горький короче лёша говорит здесь грузди горькие на Урале вкусные на Урале вкусные вот видишь целую полянку грибов они прям торчат вот-вот-вот я их раскопал вот видишь ты гонишь что ли? это вообще поганки какие-то вот может быть я не знаю это поганки да лёш не собирай то сзади тебя вон видишь гриб вон грузди сидят лёжик вон грузди сидят огромные вон и что грибы ты заметил что животных здесь нет ну да сейчас они тебе выбегут быстренько ага вот я собрал красивые видишь на сыроежке похоже их я взял ну ну как они нам нужны так ну не вот мне надо знать это съедобные и несъедобные грибы если тебе ничего не надо тебе не надо ходи просто давайте я пофотографирую встань красивой здесь вот здесь хотя бы ещё жёлтая листва там внизу вообще ничего уже нет ну мы ещё никуда не ходили даже приехали потом слушай а сколько эта охота длиться должна пока я не наохочусь тебе папа мой звонил а он не смог ты звонить почему а потому что здесь связи нету я ему перезвонила даже гудки не идут ребят я короче я короче задумала такое я хочу лечь и Лёша чтоб меня пофоткал прямо в листве всё бросила рюкзачеву давай вот здесь вот жёлтыми класс вообще так красиво лёш короче лёша старался но я думаю что на видео я выйду даже лучше да да смотрите как красота давай я хочу походить по грибе посмотри пожалуйста если не получилось я пересеню я пойду туда супер вообще ребята супер супер короче пойдём класс ты класс теперь ты ложись нет я хочу походить Лёша то красиво нуляк пожалуйста идём дальше короче я буду твоим папарацци я тебя буду фоткать ладно пошли вниз спустимся туда к речке пойдём я тебе сразу предлагала вниз я увидела какое-то горное растение посмотрите лесное проверим удобно смотрите какое интересно мы приняли решение вернуться к машине и пойти вниз лёша недоволен ему здесь не нравится говорит мало грибов что мы за полчаса только три грибочка нашли таких ну более-менее похожих на настоящие ой ну виды здесь конечно шикарные смотрите лес горы за всё время проехала одна машина о да ты чё мимо то ходишь вот же лежат грибы я тебе показывал их а мы здесь и были с тобой да они горькие их уже не селёшь так ребят нашли грузди но они здесь не золотистые совсем вот на Урале они красивые золотистые очень вкусные а здесь вот уже собирались в прошлый раз и лёша говорит горький ну мы их выкинули пришлось выкинуть ага мне кажется мы в неудачное время приехали тяжело искать да раньше надо было пораньше да потому что здесь листва и уже таким толстым слоем сейчас люди собирают опята я не знаю где их собирать как их собирать опята на пнях на пнях дошли мы до машины что вниз пойдём да ребят машина осталась где-то позади а мы потихонечку спускаемся вниз и здесь смотрите я нашла бетонную дорожку лёша говорит это не бетон это просто земля такая это реальный бетон прям вот бетон слышите зачем-то здесь дорожку залили ещё и с дырочкой да реально смотрите очень интересно очень интересно она главное такая узкая лёша говорит что там внизу река но сейчас ее нет что даже ручейка нету да нету интересно куда ведет эта дорожка давайте пройдем может в какой-нибудь тайное убежище лёш сейчас что-нибудь как найдём с тобой смотри смотри реально я пойду по направлению это бетон я постучала вот тут лёш ты прикалываешься это бетон самый это бетон посмотри поближе сядь как не бетон если это бетон вот дерево залито вот смотри вот дерево залито вот здесь уже земля а пошли тогда вверх всё ребят какая-то машина преследует нас да это не бетон ну как не бетон видно же что бетон капец я задохнулась да поздно мы с тобой приехали надо вообще погуглить какие здесь грибы есть куда дальше домой поехали лёша лёша едет дальше у меня уже сил нет ребят первую половину охоты было хорошо вот во вторую уже что-то не очень очень тяжко куда-то вглубь интересно как далеко эта дорога идёт да лёша представляете по лесу дорога идёт и непонятно куда она ведёт куда-то в горы вот всё мы уже в горе подъезжаем что здесь и становишься да тут вообще лёша дремучий лес ну и хорошо нужно чтоб была полянка а почему двигатель выключил капец куда мы приехали что с машиной ё-моё что случилось перегрелась спасибо тебе тоже не загорят короче мы когда сюда поехали у нас она перегрелась представляете там тихо что случилось не готов к выждению я не помню нет я же пристёгну всё всё едем короче домой здесь аномальная зона нет у меня бензина мало видишь она может это в горах когда едешь воздух хапать короче и всё три грибочка Лёха расстроены конечно он мне сейчас только высказывал что это я буду позориться с тремя грибами осторожно там там всё замигало ну как ты так вот почему не заправился ну я думал нам хватит вот и поохотились да Лёша да ну мало мне ты долго собираешься всё это время ты понимаешь я видео монтировала я его выкладывала ну Лёш то надо не знаю как-то по-другому готовиться а здесь ещё связь ребят так мы сразу сейчас за Елисей заедем я её заберу ну потом мы уже возвращаться сюда не будем ну нет ну мы не будем сегодня возвращаться или ты собрался сюда ещё возвращаться я предлагаю ехать домой и Алису забирать уже за школу погуляли проверили и всё ради чего возвращаться видишь грибов нету ну чё как это называется Лёш убинка? да ребят мы едем по убинке вот прям вот выехали из леса здесь такие дома здесь такие дома вы обалдите чё случилось? чё? чё случилось? чё ты мне хочешь показать? посмотри чё? замок какой-то замок ребят как в деревне грязь у Галкина с Пугачёвой короче смотрите ребят сейчас будем ехать и прям замки прям дворцы ну не дворцы конечно но огромные дома огромные я так вот вам для примера скажу это наверное километров 10 до 15 от северской больше даже а от города наверное все 100 километров да Алёш? ну от города километров 50-60 короче это такая глухомань здесь вы даже не представляете реально глухомань прямо на подъезде к лесу километров 20-30 да ну людям здесь нравится и просто удивительно мы вообще не ожидали что здесь будут такие дома ну молодцы вот для тех кто любит уединение у кого есть бабки да 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 так и есть ты правильно сказал для уединения сейчас будем ехать посмотрите здесь дороги так себе но домики здесь шикарные смотрите вот хорошие домики наверное раза в два или в три даже больше чем наши да 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 вот этот вообще такой интересный здесь мост наверное речка да под нами так мы там сегодня сейчас будем помнишь приезжать вот с односторонним движением машины здесь практически не ездят практически вот мы сколько ехали и машин даже навстречу не было ну это конец супинки это выезд вот выехали на смонтированную значит смотрите вот с этой стороны что-то что-то уже разбитое но какой забор интересный тоже что-то хотели сделать видимо что-то хотели сделать да и вот этот забор плавно переходит в другой забор который поплыл он такой смешной сейчас посмотрите лёш сильно не разгоняйся я ещё так удивилась я первый раз вижу вот он а ну вот смотрите вот домик хороший прям очень хороший такой ухоженный симпатичный и вот мы начинаем смотрите вот он похоже на какую-то артемисы даже инстаграм у них есть да артемисия ну это что это для туристов не знаю можно смотрите как забор поплыл смотрите он прям гуляет прям гуляет прям гуляет но не разрушается самое интересное первый раз вижу что вот это вот скорее всего это бетонная плиточка сверху серенькая первый раз вижу чтоб так гуляла видите у меня ощущение что он нарисован он как будто нарисован ну потому что в голове не укладывается это прям самое предгорье не знаю какие здесь цены на недвижимость на дома смотрите аисты не знаю но так здесь интересно и домов очень много и все приличные красивые вот смотри слева два дома шикарных справа два дома и участки у всех ну видно что большие соток по двадцать потому что разбеги вот между баней и домом такой разбег огромный угу угу и главное баня сделана по нормальному прям полноценная и сруба да то есть настоящая баня ну у людей есть здесь деньги понятно что здесь они скорее всего не живут приезжают приезжают да приезжают но место конечно замечательно о мама мне звонит так ребят мы короче угораем я говорю лёш помнишь мы ездили в поры в сочи там глинтвейн пили я сейчас тоже хочу глинтвейн мы же были сейчас в горах в реальных горах вот так что либо глинтвейн либо копеек как раз сейчас на заправку да только он наверное горький такой противный ну лукойли ты же брала когда мы с тобой ездили куда то мы с тобой на юга гоняли мы перед этим заехали ладно давай хоть кофе хочется что-нибудь вкусненькое ребят это вообще что-то Лёша сейчас гуглит это что такое он насобирал ему знаете что пишет шампиньон портабелло шампиньон портабелло что серьезно в краснодарских лесах такие шампиньоны портабелло шпальные ну у вас вполне возможно там было много таких деревьев как шпалы снизу его фоткай с ножкой ну что ты насобирал то давайте Таню позову позови